Всем привет! Сегодня поговорим про волнистую линию в японской манге, что это такое, откуда она взялась и зачем она вообще нужна и как ее тоже нужно обводить. Итак, если вы видели мой предыдущий ролик про знак пропивания, то вы наверное уже половину информации будете понимать. То есть знак пропивания это такая штукенция, ровненькая такая черточка, которая ставится либо для того, чтобы удвоить гласную, то есть как маркер двойной гласной используется, либо же знак, который означает просто, что данную фразу, либо данный слог нужно немножко пропеть. Так вот, вот эта волнистая линия, это в принципе то же самое. Единственное, что эту волнистую линию не используют как маркер двойной гласной, она используется только для знака пропивания. Причём знак пропивания с некой особой интонацией. Донация это может быть либо какая-то юмористическая, либо это может быть какое-то там, ну, протяжение какое-то, либо там колебание, милоту может это передать, что-то ещё может быть, какую-то несерьёзность, легкомыслие, волнистость это может передавать. То есть чёрточка обычная, такая длинная, это как бы она чёткая, ровненькая, просто пропивание идёт. А если волнистое, то какая-то игривость тут сбавляется. Так вот, анляйтеры этой чёрточки, вместо этой чёрточки ставят знак тильду, и они в этом сильно-сильно-сильно ошибаются. А мы, русские переводчики, просто-напросто берём, копируем с анляйтеров, ну чё, они ставят тильду, чё мы? Ничего, мы не можем, что ли, поставить тильду? Мы можем поставить тильду, говорим, мы и ставим тильду. На самом деле ставить тильду это очень и очень некорректно. Так вот, дело в том, что у японцев для вот этого знака волнистой линии есть, конечно же, свой особый знак. Но давайте, прежде чем перейдём к этому особому знаку, сначала поговорим вообще, почему нельзя ставить тильду. Тильда это тоже такая волнистая чёрточка, и в принципе, вроде как подходит к нам, да, тем более частенько, ну, волна и волна, в чём тут проблема. Дело в том, что тильду мы используем в основном в математике, физике, во всяких там научных штукенциях, в языках программирования тоже она используется. То есть, в принципе, тильда это такая штукенция, которая больше в науке где-то используется. В литературе же она используется крайне редко. Её можно в литературе встретить, если мы указываем какой-то диапазон чисел. То есть, опять-таки, это больше из математики связано. То есть, допустим, когда говорим от 1 до 15, то есть мы можем поставить 1, потом тильда 15. В принципе, в нашем русском языке мы чаще ставим обычную чёрточку, обычную терешку в этом случае. Ну, можно ещё поставить тильду, да, вот американцы, допустим, люди тоже в этом случае ставят тильду. Ещё можно поставить тильду в литературе, в какой-нибудь, когда мы пытаемся сказать слово приблизительно. То есть, примерно там 20 штук. То есть, тильда 20. Но, опять-таки, смотря какая литература, если, допустим, это будет какая-то поэзия, проза и так далее, то поставить слово, ну, вот эту тильду, не заменяя её каким-то другим словом, будет довольно-таки сложно. Особенно, если это какие-то стихи, потому что в стихах нужно чётко знать, как этот знак нужно читаться. Приблизительно, примерно, около, как это должно будет почитаться. Вот. Ну, если это какая-нибудь литература, допустим, какой-то учебник, особенно по математике, то вполне возможно, что вы там увидите это самое, увидите там тильду. Ещё тильду можно использовать в читании различными буквами для того, чтобы показать какое-то этакое произношение этой самой буквы. Допустим, тут у нас есть буковка А, у неё сверху тильда, там где-то буковка Е, у неё тоже сверху тильда, тут у нас снизу тильда, тильда бывает тоже посередине поставлена. Ну, в принципе, это у нас как бы, как сказать, это всегда не тильда, как отдельно, а это именно, как сказать, это просто-напросто буква такая особая. Это не совсем сама тильда. Ещё я увидела в английской Википедии вот такую штукенцию. Сейчас, секундочку. Вот это вот штукенцию, сейчас я вам переведу, это в Google-переводчике, но это чисто так, чтобы вы более-менее понимали, о чём идет речь. Так, секундочку, загружайся с английского на русский. Так вот, ещё в недавнем, так сказать, более позднем цифровом использовании, то есть в нынешнее время в использовании компьютеров и смартфонов, у меня это просто смартфончик, поэтому это слово показало, Так вот, более позднее использование в цифровом нашем мире, некоторые люди вот эту тильду, они используют как кавычки и тем самым пытаются показать тоже некоторое такое особое значение данной фразы. Здесь, допустим, взял, взят был пример от писателя Джозефа Брэнштейна. Брэнштейна, я не знаю, как конкретно она должна читаться. Скорее всего, Брэнштайн, Брэнштайн, как-нибудь так. Он же немец, скорее всего, да? Джозеф. Джозеф Брэнштайн. Джозеф, блин, не знаю, как он там. Ну, давайте будет по-английски прочитаем. Джозеф Брэнштейн. Так вот, он написал слово «в духе сезона», вот этот дух сезона, он поставил не в кавычки, а именно в тильду. То есть в кавычках это было бы типа дух сезона, да? То есть как бы такой якобы дух сезона. А здесь он пытался этот дух сезона показать какое-то клише. То есть как бы это слово как бы ему не очень, этому автору нравится, да? Но использовать надо было, потому что, ну, все используют это клише. И автор хотя бы подчеркнул, что это клише, и он не хочет это самое, чтобы люди считали, что это клише ему по душе. И поэтому поставил то, что это клише в эту тильду такую. То есть какой-то такой, я даже не знаю, как-то по-русски сказать на самом деле. Мне, наверное, просто слова на запасе этого не хватает, чтобы показать значение данной штугенции. Это буквально недавно такой смысл тильды начал внедряться в литературу. Не знаю, как сильно она внедрится в дальнейшем. Ну, вот кое-где это дело уже так в таком виде используют. Вот, во всех остальных случаях тильда это чисто научный знак, чисто для математики, чисто для физики, химии, в языках программирования и так далее. Вот, что же делают у нас японцы с тильдой? Японцы тильду также используют для различных формул, всяких штукенций таких научных, то, что как бы к нам, к нашей литературе не относится. В манге они тильду не используют ни в каком виде вообще. Они там используют свой особый знак. Я уже сказала про это. Но прежде чем мы к нему пройдем, сначала поговорим о том, что у этих у японцев есть еще как бы не просто тильда, у японцев есть широкоформатная тильда. То есть я уже говорила тоже в каких-то предыдущих роликах, что японцы они пишут без пробелов. То есть, допустим, вот этот весь текст, где у нас вот этот, допустим, да, вот это видно, что вроде как здесь должен быть пробел, да, ну, как мы видим, что здесь пусто, значит здесь пробел должен быть. На самом деле здесь пробела нет. Вот это один знак, потом, опа-на, вот эта запятая, она у нас уже является, ну, это символ широкоформатная, широкая, широкая, какой-то, а, запятая на всю ширину. То есть, получается, здесь между запятой и этим знаком, вот следующим эроглифом, у нас пробела не стоит, потому что у запятой уже как бы в его символе сочетается наш пробел. Так, секунду, я сейчас покажу, что у нас происходит с тильдой. Вот у нас обычная тильда и тильда во всю ширину, то есть по виду разницы совершенно никакой нету. Но если мы кликнем поближе, вот там посмотрим, вот это у нас обычная тильда, а вот это широкоформатная тильда. Видите, у обычной тильды расстояние до края вот такое маленькое, а у широкоформатной, ну, я просто буду говорить широкоформатная, потому что как-то попроще, мне кажется, чем тильда во всю ширину. У нее расстояние до края вот такое большое, это как раз для того, чтобы было видно вот этот пробел между словами, между цифрами. И при этом этот знак пробела мы там не ставим, потому что японцы любят писать без пробелов. Вот, это на что касается тильды во всю ширину. Ну, наш знак, который используется в манге, это у нас там даже два знака. Один называется вейвдэш, а другой вейвидэш. Так вот, вейвдэш, он выглядит вот таким вот образом. Он более широкий, чем тильда. Тильда, она такая маленькая, маленькая такая закорючка. Видите, и закорючку поставили. А вейвдэш, он должен быть широкий. То есть, он как бы, мало того, что это самое, он вовсю ширину этого символа, да. Что-то у него совсем какой-то огромный получился здесь, не знаю. А, потому что здесь что-то, секундочку, секундочку. Тут вот это надо поставить, оптический. Во, все окей. Вот он, вот она наша вейвдэшка. Это вейвдэш. По виду, в принципе, очень похож на тильду. Такой же самый изгиб, что и у тильды, но он более какой-то широкий, более такой хороший. Здесь у нас тоже есть некоторая проблема. Ну, была она, в принципе, она до сих пор кое-где имеется. Дело в том, что в далекие времена... Секундочку, сейчас открою следующую статью. Вот она статья. Так вот, дело в том, что уникальные коды, то есть, как бы, для каждого символа, для каждого глифа. То есть, глиф это, это как бы такая штукенция. То есть, глиф это рисунок для буквы, рисунок для цифры, рисунок для знака какого-нибудь. То есть, это всё глифы, называется, в типографике. Так вот, в далёкие там времена, когда ещё только-только собирали эти самые глифы в какую-то систему компьютерную, чтобы это всё дело отобожалось нормально на компьютере, в японцах они... Такое дело, что японцы и это самые западные глифы, они развивались как по-своему. Вот эта вот уникальная, ну, как бы, таблица вот этих вот символов, да, они развивались по-своему. И японцы создали в 1978 году свою таблицу уникальных этих символов, уникальных глифов. И вот так выглядело их WaveDash. Вот таким вот образом выглядело их WaveDash. В 1991 году американцы решили, ну, не знаю, кто там, кто конкретно там решил, короче, западная сторона решила совместить, ну, все глифы в одну систему, в Unicode называется система, это Unicode версия 1.0. И там по какой-то причине наша WaveDash отображалась вот таким вот образом. Видите, в чем разница? Вот это вот японское вот так должно быть, вот так вот должно быть. А в 1991 году вот так вот сделали, они как бы ее перевернули. Получается, она должна прийти с левого нижнего угла на правый верхний угол, а в Unicode, это там общенародно получается, да, они ее перевернули, что с левого верхнего угла в правый нижний угол они сделали. Это была такая как бы путаница, и именно из-за этой путаницы, чтобы не было вот такой, ну, чтобы японцы не ставили такую как бы пилиберду, японцы, они как бы решили, что есть еще знак тильда, и они знак тильду начали рисовать широкой. То есть, это вот самую широкоформатную тильду, вот допустим, вот здесь вот, да, если я здесь сейчас сменю язык на другой, который поддерживает у нас японский символ, сейчас, секундочку, я его найду, давай только не лагай компьютер. Он называется у нас Мэрио, вот он наш Мэрио, вот он. Как видите, обычно тильда, она у нас маленькая, обычная, а японская тильда, вашу ширину, она по виду точно такая же, как в ВДэш. Вот это пришлось делать японским этим каллинграфистам, те, которые шрифты разрабатывают, да, им пришлось это сделать именно из-за того, что там была какая-то путаница непонятная с этими, с юникодами. Помимо этого, там еще была путаница того, что некоторые люди вводили, значит, код для того, чтобы поставить в ВДэш, а у них вдруг почему-то вводилась тильда. Почему? Потому что в Западе решили, что, ну, эта же тильда во всю ширину, она выйдет точно так же, как в ВДэш. Значит, одно и то же, по идее. В общем, они как-то там совсем большую путаницу сделали, и данная путаница, она до сих пор присутствует в системах Windows, по-моему, XP и ниже, и также в некоторых системах Linux. А еще, если у вас шрифт довольно-таки старенький, да, то есть, который был разработан довольно-таки давно, то там тоже вы можете увидеть, что, допустим, тильда ваша будет там, ну, как бы в первенном виде тоже будет сделана. В общем, если вы так увидите, знайте, что этот шрифт был разработан очень-очень давно, и давно-давно не обновлялся. Вот. Поехали дальше. Где мы используем этот самый ВДэш? В чем его, где его можно использовать? Это все я сейчас это самое взяла из Википедии, из вот этого статьи. То есть, я все это дело перевела, и вам сейчас расскажу. Так вот, ВВДэш, он используется, секундочку, сейчас я разберусь. Вот. ВВДэш, он используется, когда мы пытаемся тоже сказать диапазон чисел, то есть, допустим, от 1 до 9, то есть, в принципе, даже когда идти, да, да. Дальше, пояснение к субтитрам. То есть, это просто, наоборот, такой символ, как, ну, типа, как звездочка мы ставим, допустим. Когда мы ставим, примечаем переводчика, мы ставим сначала звездочка, потом примечаем переводчика и пишем наше примечание. А здесь идет вот такая штукенция. То есть, допустим, идет у вас мультфильм, у вас идут субтитры, и если вы, как переводчик, хотите какое-то сделать пояснение к этим самым субтитрам, то вы можете использовать этот самый ВВДэш, и в нем, внутри этого ВВДэша, то есть, с одной стороны ВВДэш, с другой стороны ВВДэш, и там внутри будет пояснение к субтитрам. То есть, как бы это не перевод самого текста, который идет сейчас на экране, а это какое-то некое примечание переводчика. Далее. Когда мы показываем указание источника, то есть, допустим, из Петербурга или из России, при этом, где поставим ВВДэш в начале или в конце, в принципе, не особо большое значение имеет. То есть, можно и там, и там поставить. Далее. Далее мы можем поставить ВВДэш, когда мы упускаем слова. То есть, когда в русском варианте мы, допустим, в этом случае поставим либо многоточие, либо можем какой-то звук поставить, типа эм, хм, хм, ну, какой-то такой знак, звук задумчивости какой-нибудь. Это в этом случае тоже можно поставить ВВДэш. Ну, в японском, по крайней мере, в японских правилах так написано. Вот. Когда мы пытаемся в текстовом формате показать, что это музыка, то есть, мы ставим либо нотка, потом идет ВВДэш, либо, наоборот, сначала ВВДэш, потом нотка, либо мы ставим какую-то фразу, и если после этого идет наш ВВДэш, волнистая эта линия, то это сразу означает, что эта фраза у нас пропевается, как песенка. Дальше. Это самое. Этот ВВДэш можно также использовать как в качестве красоты какой-то, то есть, много ВВДэш, и получилась такая длинная волнистая линия, либо если вот точки еще поставить, то получается красивое такое разделение между текстами. То есть, чисто для визуального разделения текста, если особенно у вас большие там параграфы, то можно так вот украсть его немножко такими волнистыми красивыми линиями. И еще это то же самое, что и Чонпо, но с эмоциями. Чонпо, это у нас Чонпо-Чонпо. Чунпо, я не знаю, как точно это читается, я плохо с произношением в японском, не особо хорошо дружу с произношением японского языка. Так вот, этот вот Чунпо, это как раз так есть наш знак пропевания, то есть, знак повторяющийся гласный и знак пропевания. То есть, то же самое, что и вот этот знак пропевания, но с каким-то эмоциями. Об этом я уже сказал в самом начале, то, что это эмоции либо колебания, милоты, легкомыслия, ну, в общем, все в таком духе. Вот, у меня есть три примера. Раз, два и три, где у нас используется вейвдэш как раз таки. Это вот раз вейвдэш, здесь второй и здесь третий. Вот здесь вейвдэш, он у нас означает музыку, потому что он поет какую-то песенку, даже нотка после этого идет. То есть, вот это у нас здесь нужно поставить именно знак вейвдэш, не тильду. Тильда здесь не подходит. Вот здесь у нас знак тоже стоит вейвдэш, от одного до девяти. В принципе, здесь можно поставить и тильду, и вейвдэш. Особенно, если учитывать то, какой тут у нас шрифт, то мы видим, что в этом шрифте наш вейвдэш очень-очень маленький такой, маленький из закрючка, почти что как и тильда, да? То есть, если мы здесь поставим тильду, то никто разницы, в принципе, и не заметит. Но, так что здесь уже можете сами выбирать, либо вейвдэш, либо тильда. Вот здесь, здесь у нас идет попивание слога, вот этого, да? То есть, не сейф-фразочка, а слог вот этот вот попивается. И в данном случае нужно именно широкий наш вейвдэш. Тильда здесь не подходит точно. Едем дальше. Дальше у нас есть еще знак, называется вейвдэш. Вейвдэш, вот это вот, вот это вот штокенция. То есть, вот эти вот знаки, которые просто легкая такая, волнистая линия, вейвдэш, он у нас используется, ну вот, я показала пару случаев, но чаще всего, чаще всего, вы увидите в манге именно вот такую волнистую линию. Она может быть как горизонтальной, так и вертикальной. Сейчас, секундочку, покажу вертикальную версию. Вот она, вот она, вертикальная версия. Здесь даже их две штуки. Вот эта вот одна, эта вот одна, и вот вторая. Вот они две соединены вместе. Так вот, вот это вот штокенция, которая совсем много волнов в ней, это называется уже не вейвдэш, а вейвдэш. То было у нас волновое тире, а это волнистая тире. Так вот, этот волнистая тире, как раз таки то, что нам в магии чаще всего встречается. Это волнистая тире, оно также сейчас используется в эмоджи различных, да, то есть, здесь, допустим, символ петля, символ вейвдэш, и снова символ петля. И вот такая, как бы, такая рожица получилась. Вот, этот вейвдэш, в принципе, тоже используется, ну, так же, как и знапропевание, пропевание для того, чтобы пропеть всю фразу целиком, с некой интонацией, с какой-то, это, это, милотая, и так далее. Вот. И данный вейвдэш мы уже не можем использовать как маркер двойной гласной. То есть, если у нас будет стоять, ну, вейвдэш, то это не двойная гласная, это явный символ того, что здесь надо это дело пропеть. Всю фразочку пропеваем. Итак, мы разобраем, что такое вейвдэш, что такое вейвдэш, что это совершенно не тильда, ну, кое-где можно, как поставить тильду, да, но лучше все-таки поставить именно вейвдэш. Так, теперь давайте разберемся, как же нам эти вейвдэши ставить все-таки. Дело в том, что у каждого глифа, уже, я уже говорила, наверное, в предыдущих тоже роликах, еще расскажу, у каждого глифа, у каждого символа есть свой уникальный код. Этот код прописан в каждом файле шрифта. Для того, чтобы показать пример, я покажу, возьму шрифт, где у нас присутствует очень много символов этих, и начнем писать. Значит, если я пишу просто какие-то буковки, вот у меня появляются какие-то буковки. Чтобы поставить какой-то символ, мне нужно знать некие три хитрости. Так вот, первый способ, это по помощи глифов. То есть, есть у нас в фотошопе, есть в, это и в инсайне тоже, и в ворде тоже это есть, такая штукенция. Это у нас, как бы, панелька, меню, называется глифы. Если, она у меня сейчас находится вот здесь, если у вас ее тут здесь нет, то вы можете ее открыть в менюшке «Окно», и ищем здесь глифы, глифы, буква Г, глифы. И вуаля, открываются все глифы, которые имеются в данном шрифте. Если я включу другой шрифт, то там у меня появится другой список глифов. И вот это все дю-ж-жу, все глифы, которые есть в шрифте libraryo. И вот в этом огромном списке мне нужно сейчас найти ту самую wave dash. Так, это кто? Это у нас стиль, Это не то. Ищем дальше, ищем дальше. Где-то тут должен быть этот самый вейвдэш. Это кто? Это снова тильда. Нет, это не то, что мне нужно. Ищем дальше, ищем дальше. И в конце концов, когда-нибудь мы это дело найдем, я вас уверяю. Сейчас, я хоть что-нибудь подобное найду. Так, это оно? Смол тильда, это малая тильда. Ах ты, зараза такая. Так, секундочку, еще пару попыток. Если я в следующей попытке не найду, то давайте забьем на это. Потому что искать все-таки долговастенько получается. Так, что таки? Она должна быть где-то до этого. Где же ты? Где же ты? Ну, не вижу. Да, ну ладно. Короче, она где-то здесь есть. Она есть и вейвдэш тут есть, и вейвдэш есть. И даже горизонтальная, и вертикальная то, что тут присутствует. Ну, давайте это самое. В качестве того, чтобы хоть что-нибудь воткнуть, воткну вот такую скобку. Вот японская квадратная скобка, и в ней что-нибудь можно написать внутри. Вуаля, мы написали японские квадратные скобки. Да? Круто. И вот это то, что у нас в последний раз мы кликали, оно у нас здесь появляется в этом списке. Всего 8 штук у нас можно сохранить. Если я кликну какие-то другие символы, то этот ряд у меня убежит, и мне снова придется искать во всем там огромном списке. В принципе, можно использовать, но немножко все-таки не очень удобно, да? Так, слопа, это не вейвдэш? Это тоже смартфон маленький атик, да? Да что ж ты будешь делать? Так, где у нас вейвдэш? Где-то там он есть. Так вот, это как бы способ через глифы. Есть способ еще через этот самый, сами уникоды. То есть, если вы знаете уникальный код данного символа, то можно это дело ставить при помощи альта. В Windows-системе можно это сделать вот таким образом. Если мы кликаем, допустим, альт 1, причем 1 надо набирать именно на цифровой панели нампад. Вот, альт 1 это наш белый смайлик. Альт 2 черный смайлик. Альт 3 сердечко. Альт 4 ромбик. Альт 5 кресть и так далее. В интернете можно найти целый список этих самых альт-кодов. Это самое я сейчас не буду, наверное, искать, время занимать. В общем, там есть целый список этих вот альт-кодов. И вы можете по ним тоже найти. Единственное, что в Windows-се эти альт-коды, они ограничены. Если, допустим, я наберу сейчас альт 256, ничего не происходит. 255 это символ пробела получается. 256 ничего не происходит. 257 снова смайлик. 258 черный смайлик. 259 сердечко. 260 ромбик. И, то есть, все пошло по новой. То есть, в принципе, количество этих альт-кодов ограниченное. Есть еще способ вводить через плюс. То есть, альт, плюс и потом уникальный код. И, да, это самое. Будет нам счастье. Но не все Windows поддерживают такую штукенцию. Чтобы это дело поддержалось, нужно будет зайти в регистр и там кое-что изменить. Если вы знаете, что такое регистр, то вы понимаете, что там, да, лучше не лезть просто так. Короче, регистр это такая штукенция, где, если вы что-то измените, то вы это, ну, причем измените не зная что, не зная как, у вас может произойти просто-напросто, ну, крах системы, там, просто-напросто не будет включаться больше Windows. Такое тоже может произойти. Поэтому, прежде чем что-то менять в регистре, в реестре, в регистре, реестре называется, прежде чем что-то менять в регистре, нужно четко знать, что вы будете делать, четко понимать, что вам не нужно делать никаких ошибок сделать в этом моменте тоже. И все, четко следуя по инструкциям, хоть ни шагу вперед, ни шагу назад, ну, в смысле, ни шагу влево, ни шагу вправо, чтобы все было четко и ясно, чтобы ничего не это самое, не сломалось. Вот, я такую инструкцию нашла вот на этом форуме. Дело в том, что когда я пыталась вводить через alt, плюс и уникальный код данного символа, то у меня ничего не получалось. Дело в том, что уникальные коды символа, сейчас я их покажу, они у нас прописаны в формате, в шестеричном формате. Сложновато все-таки объясняю, да, шестеричный формат, это все-таки, наверное, все-таки больше программирование уходит, да. Давайте все-таки не будем про это говорить. Короче, в моей системе не поделился просто на шестеричный формат, и мне нужно было сделать так, чтобы он поддерживался. Так вот, что мы делаем? Во-первых, нужно этот реестр открыть. Кликаем в Windows, кликаем в Rec Edit, включаем наш реестр, вот, сейчас я вот так вот, и ищем. Вот здесь я нашла четкую инструкцию, как нужно действовать, именно по этой четкой инструкции и нужно действовать. Ни шага влево, ни шага вправо, хорошо? Так, значит, заходим в эту самую папочку HotKeyCurrentUser, HotKeyCurrentUser, Hockey, точнее, да. ControlPanel, вот на ControlPanel открываем. InputMethod, InputMethod, вот он, кликаем на него, дальше больше уже нету никуда. И вот здесь, вот здесь нужно, чтобы у вас была вот эта штукенция, которая называется EnableHexNumPath, и ее значение должно стояться на единичке. Единичка означает то, что да, разрешаю, ноль, нет, не разрешаю. То есть, есть сигнал, нет сигнала, да. Те, кто спрограммировали, не понимают, то я думаю, вы знаете, что это место. А если у вас такой штукенции нету, кликаем где-нибудь правой клавишей мыши, кликаем создать, строкаю параметр, его называем вот именно вот таким вот способом, EnableHexNumPath. Нажимаем на него дважды и ставим значение цифру 1. После этого нужно будет перезагрузить вашу систему, и после этого будет вам счастье. Потому что после этого, зная уникальный код символа, можно будет его ввести через помощь клавиатуры. То есть, не нужно будет забирать какие-то в реестры какие-то, ой, кстати, список глифов не нужно будет никуда забегать. Вот здесь у нас есть что-то уникальное. Вот, где он там, Hexy. Господи, вот он у нас. Вот у нас этот самый код у данного шрифта. Вот этот вот U, то есть, Umschalt, это U, не Umschalt, погодите, я на немецкий ушла. Короче, Alt нажимаем плюс 301c, и тогда у нас должен появиться WaveDash. Пробуем. Alt плюс 301c. WaveDash появился. Если посмотрим уникальный код WaveDash, у нас, то есть Alt плюс 3030. Проверяем. Alt плюс 3030. WaveDash появился тоже. Супер. То есть, получается, зная вот этот коротенький уникальный кодик, вы можете очень быстро воткнуть нужный вам символ. Еще раз. Alt. Так, плюс надо, да? Alt плюс 3030. Еще один WaveDash получился. У меня тут целый список этих символов, которые часто используют. Допустим, символ параграфа, символ точки посередине, там маленькая точка, большая точка. Символ ноты тоже есть. Сейчас покажу. Это Alt плюс 266a. Вот такая нота. Alt плюс 266b. Секундочку. Alt плюс 266b. Вот, получилось. Такие символы тоже частенько в манге используются. Еще часто в манге используется такое сердечко. Не вот такое, которое заполнено полностью, а чисто как контур сердечка. Сейчас, я его тоже найду. Вот он у нас. Alt плюс 206. 6, 1. 266, 1. Вот оно сердечко. И это как бы в формате текста все происходит. То есть, вам не нужно кликать теперь, задать фигуру, искать нужную фигуру вот тут, нужный размер ставить здесь, ее подгонять под размер этого самого шрифта. В общем, это гораздо проще теперь делается вот таким вот способом. Единственное, что, единственное, что, не все шрифты поддерживают данные символы. То есть, допустим, в шрифте Мэйрио у нас есть все эти глифы. Они там присутствуют в данном шрифте. Мы, допустим, пишем мангу чаще всего в формате, ну, в этом, в шрифте аниме Эйс. И, как видите, в аниме Эйс русские буковки П присутствуют, а все остальные символы, которые там присутствовали, исчезли. Они показались каким-то неприятным глифом, да. Это просто-напросто глиф, который, как по стандарту стоит, который означает, что в данном месте глиф отсутствует. Просто, как сказать, занимает место. Вот. Так что, да, это у нас проблема остается. То есть, как бы, как ставить сами эти символы, понятно, но проблема остается в том, что эти самые глифы частенько все-таки отсутствуют. Я здесь, кстати говоря, оставлю... Вот, вот, вот. Я тут это самое уже пыталась это сделать. Я шрифт аниме Эйс чуть-чуть изменила, кое-какие символы-то добавила, да, те, которые мы часто используем в манге. И, да, могу этот шрифт с вами тоже скинуть. Я его пока что назвала аниме Эйс Игнис Эдишн 0. Ну, я, правда, пока что еще не уверена, что готова его скинуть, потому что там еще надо с ним поработать. Нужно будет расстояние там поменять кое-какие. Ну, в общем, пока... Нет, наверное, сейчас пока что не буду еще скидывать. Так вот, значит, в следующем видео я расскажу, как можно вот эти символы ставить самим в шрифт, внедрить внутрь, да, вот как я, допустим, сделала с этим с Игнис Эдишном. Но это будет уже в следующем видео, потому что сегодня уже хватит. Сегодня уже и так довольно много говорим. На этом пока что все. Всем спасибо за внимание и до скорого встречи. Субтитры подогнал «Симон»!